Всем привет! В сегодняшнем видео хочу вам показать очень полезные настройки, которые касаются экономии заряда вашей батареи на вашем телефоне. После такой настройки у вас не только будет экономиться батарея, но и меньше будет окружать всю систему на вашем телефоне Android. Это очень положительно также скажется на производительности всей системы, на скорость работы всех приложений и меньше станет глючить ваш телефон. Есть такие как бы приложения, которыми вы не пользуетесь, но они остаются у вас в телефоне. И вот каждый из вот этих приложений по умолчанию имеет в себе доступ закачивать любую рекламу в ваш телефон. Это могут быть всплывающие окна, которые появляются из ниоткуда, когда вы нажимаете любое приложение. Также реклама может присылать всякие ссылки. В общем, я думаю, что каждый из нас замечал такое на своем телефоне. Когда ты что-то делаешь, что-то открываешь, какое-то приложение и там что-то выскакивает. Так вот, это все на автоматическом режиме закачивается во всякие папки приложений и в основном это расценивается как временной кэш. Также у всех есть у нас стандартная очистка. Она что-то определяет и эти 90% кэша, который загружает в себе рекламу и вот эти все ненужные ссылки. И получается так, что как бы вы очищаете, но я вам даю 100% гарантию, что через 2 часа или 3 часа вы зайдете снова на вот эту очистку и снова будет приблизительно такое же самое количество. А то и больше будет занято памяти. А все из-за того, что вы почистили весь закачанный мусор и он заново автоматически закачивается в ваш телефон. При этом бывает, что бесит сама реклама, плюс она еще раздряжает сильно вашу батарею при каждом закачивании. А еще если вы пользуетесь мобильным интернетом и у вас ограниченный трафик, ограниченные мегабайты, то вы еще плюс теряете свои выделенные мегабайты, при том, что не пользуетесь даже телефоном. Приступим к делу. Для этого мы заходим в свои настройки и вот здесь в строке поиска мы пишем слово темы. Заходим на свою как бы страницу, нажимаем шестеренка и вот здесь отключаем 2 вредные настройки. Это показывать рекламу и персональные рекомендации. Эти настройки, они позволяют автоматически вам подкачивать всю рекламу на ваш телефон. Снова воспользуемся нашим поиском и напишем теперь рабочий стол. Листаем в самый низ и отключаем показывать предложение. Следующее в поиске пишем слово очистка, шестеренка и отключаем пункт получать рекомендации. Следующее нам нужно найти стандартный закручщик на своем телефоне. То есть когда мы что-то скачиваем из браузера, фильмы, приложений, то что скачивается из Google Play Маркета, то и применяется в наш стандартный закручщик. Заходим, нажимаем троеточие, настройки и отключаем тут получать рекомендации. Теперь зайдем в музыку, даже если вы не пользуетесь, потому что они в любом случае будут закачивать всякий хлам на ваш телефон. Нажимаем слева сверху две полоски, настройки, расширенные настройки и у вас точно будет включен пункт показывать рекламу, показывать рекомендации и у кого-то еще будет показывать персональные рекомендации. Так вот, все это мы берем и отключаем. Теперь мы точно сделали намного лучше своему телефону, даже если мы не пользуемся этим приложением. Следующие еще настройки, Google, реклама, все сервисы и нажимаем сбросить рекламный идентификатор. Позже нажимаем удалить рекламный идентификатор. Следующие в пункте приложения, все приложения, нажимаем разрешение, другие разрешения, снова разрешение и внизу пункт всплывающие окна. И здесь все приложения выключите, потому что если вы сюда не заходили, у вас тут обязательно всегда будет стоять разрешить. При этом все уведомления будут у вас адекватно приходить на ваш телефон, потому что все эти всплывающие окна, они не касаются уведомлений. А в основном конкретно самой рекламы. Следующие зайдите в Google Play Market, ваш аккаунт, справка отзыв, пункт как удалить приложение с устройства Android нажимаем. Следующие где написано нажми и чтобы перейти в настройки приложения. Еще показать системные процессы. Ищем три вредных приложения, отвечающие за закачанный весь мусор хлам на вашем телефоне. Это букмарк провайдер. Нажимаем остановить и отключаем. Очищаем. Хранилище и кэш, питание и производительность ставим ограничить. Это приложение в очном позакачивает всю рекламу в ваш браузер. Следующее приложение MIUI Daemon. Делаем все то же самое. Третье приложение MSA вместе с MIUI Daemon. И делаем все то же самое. Итак, этих настройок будет вполне достаточно, чтобы ваш телефон лучше держал заряд батареи. Плюс вся система на вашем телефоне будет намного лучше работать. Потому что мы, так сказать, очистили свой телефон от всякого ненужного хлама. Также спасибо всем, кто остается на связи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, оставляйте свое мнение в комментариях обязательно. Всем хорошего дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok